АРМИЯ 2021 В Рязани стартовали международные военные игры. Наши этапы – авиадартс и состязания десантников. Когда промилля зашкаливает, рязанские автоинспекторы всерьез взялись за тех, кто пьет за рулем. Погребок изобилия. В Кораблину открылись первые межрайонные ярмарка и фестиваль авторской песни «Песенный спас». Сразу в нескольких регионах России стартовали армейские международные игры. Рязань принимает у себя три конкурса – десантный взвод, тактический стрелок и четвертый этап авиадартса. К нам прибыло более 60 самолетов и свыше 700 участников. Помимо лучших российских экипажей, свои силы также проверят летчики из Белоруссии и Китая. Торжественное открытие игр провели одновременно в Дягилево и в Рязани. Выбор Рязани в качестве одного из основных полигонов для международных армейских игр – большая честь и ответственность. С этого начал открытие масштабного военного конкурса губернатора Рязанской области Николай Любимов. На стадионе «Спартак» стартовали конкурсы для элиты российских войск, десантников и стрелков. Рязанский регион, город Рязань, уже давно является общепризнанной столицей ВДВ. И все жители по праву гордятся этим почетным званием. Если на открытии десантных конкурсов международный характер состязаний подчеркивали переводом на английский, на нем же Николай Любимов завершал свое выступление, то в Дягилево речь Анны Расляковой дублировали на китайском. Сборная КНР полноправный участник армейских игр и авиадарца готовит сюрпризы. Седьмой год подряд мы принимаем масштабные соревнования, которые служат развитию партнерских отношений во имя мира и безопасности. Китайские летчики будут выступать впервые на самолетах с собой, скорее всего, глубоко модернизированный самолет Су-30 МКК, но двигатели свои, боеприпасы свои, причем боеприпасы мы такие, у них видим впервые. Условно впервые в «Рязанское небо» поднимутся и белорусские летчики. На прошлом этапе их не было, но «Рязанское небо» опытные пилоты уже изучали раньше. В программе семь номинаций, насыщенных сложными элементами пилотирования боевого применения авиационных средств поражения. Боевое применение мы выполняем с двух заходов, стреляем, пускаем нары и непосредственно стрельбаясь в пушки, у нас стоит пушка выше А2-30, ее выполняем. Подготовка у нас, как правило, начинается за полгода. Как говорится, растаял снег и началась суровая подготовка. Также готовятся у нас тоже специальные щиты, наподобие щитов, которые находятся на полигоне Дубровича. Вот, и относительно их осуществляем подготовку. Также у нас военно-транспортные третки готовятся к так называемым ПСР. На заключительном этапе конкурсные задания немного усложнили для эффектности и эффективности. Обязательно воздушный бой парами сделали, вот, что касается истребителей. Цели немножко сделали более характерными, но это не значит, что в них попасть будет гораздо проще. Летчикам предстоит соревноваться в нескольких элементах. Визуально-воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. А вот боевое поражение наземных целей станет финальным этапом. Максим Васильев, Валерий Сыдов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжается благоустройство верхнего городского парка в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время подрядной организации ведутся работы по заливке столбов ограждения, а также их облицовки с устройством элементов художественного оформления ограждения, повторяющего стилистику прежнего. Стартовали работы по устройству металлического ограждения между столбами. Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки. В посадочный период в сентябре на территории парка будут высажены 695 кустарников и 10 деревьев. Сводный отряд рязанских пожарных выехал в Мордовию на помощь местным спасателям в борьбе с лесными пожарами. Сейчас там полыхает заказник «Заповедная Мордовия». К ликвидации стихийного бедствия площадью более 100 гектаров привлечены силы и средства со всей России. Всего к тушению пожара привлечено более полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники. «Заповедная Мордовия» страдает от стихии. А причина всему, казалось бы, вполне рядовое явление. Гроза, в результате которой в Мордовском государственном природном заповеднике вспыхнул пожар. На сегодняшний день, по данным МЧС, на территории полыхают два очага. Для ликвидации пожара к месту направлены аэромобильные группировки Центрального и Перевожского федеральных округов. Также к месту следует подразделение Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным конвесом «Шквал». Уникальность данного оборудования для тушения состоит в его производительности. Подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара. Угроза населенным пунктам и важным объектам отсутствует. Наши пожарные не могли остаться в стороне. Для поддержки коллег из Рязани выдвинула специальная аэромобильная группировка МЧС, в составе которой 50 человек и 12 единиц техники. Тушение пожара в Мордовии осложняет высокие температуры и сильный ветер, но сдаваться и преклоняться перед стихи наши ребята не намерены. Перед Рязанцами стоит ответственная задача – воспрепятствовать дальнейшему распространению огня и его переходу к соседям в Нижегородскую область. Ангелина Никитина, телекомпания «Город». В минувшие выходные госавтоинспекция с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий провела в области ежегодную акцию «Нетрезвый водитель». В ГИБДД приводят довольно печальную статистику. За прошедшие 7 месяцев с участием пьяных водителей произошло 68 ДТП, 22 человека погибли и 78 пострадало. И с этим явно надо что-то делать. А в себя можно? Нет, из себя. Дуем, 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 дуем. Еще, 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 еще. 0,9 промилле при разрешенных 0,3 – результат за грани допустимого. И отговорки типа «Я почти трезвый» на автоинспекторов не действуют. Только за выходные таких вот «почти» в Рязанской области набралось аж 44. Акция «Нетрезвый водитель» в области набирает обороты. Ее основная цель – предостеречь граждан садиться за руль в нетрезвом виде. Статистика за этот год нерадостная. Так, за 7 месяцев текущего года было выявлено более полутора тысяч нетрезвых водителей. 263 из них повторно сели за руль транспортных средств в состоянии опьянения. В области только за эти выходные дни было выявлено 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В выходные была усилена работа по выявлению нетрезвых водителей. Дополнительно формировались экипажи из числа сотрудников управления госавтоинспекции, которые направлялись в районные области для оказания помощи. Давай, 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 давай. Все, идет анализ. Снимаем результат. 1,2 промилле – это примерно 200 граммов водки или полтора литра пива. Этот водитель уже надышал на 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, предусмотрена уже уголовная ответственность. Госавтоинспекция призывает всех граждан не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о подобных фактах в полицию. В повинении трезвых водителей в области уже погибли 22 человека, 78 пострадали от повреждений. Вряд ли кому-то хочется, чтобы в этой тревожной статистике появлялись их близкие. Поэтому вовремя сигнализировать в полицию – это важный шаг к профилактике. Ангелина Никитина, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Кораблинском районе Ерлинский парк Дендрарий встречал гостей со всей Рязанской области. Стартовала первая межрайонная ярмарка «Худиковский погребок» и фестиваль авторской песни «Песенный спас». Подробности далее. Ерлинский парк Дендрарий – один из немногих парков, сохранившихся до наших дней на территории Рязанской области. Сейчас здесь 88 видов деревьев и кустарников. Самым старым из них свыше 150 лет. Парк имени Сергея Худикова – традиционное место проведения всевозможных фестивалей и ярмарок. Теперь в этом списке будет еще один пункт. 21 августа здесь одновременно стартовали первая межрайонная ярмарка «Худиковский погребок» и фестиваль авторской песни. Сегодня у нас первая открытая межрайонная ярмарка садоводства, огородничества и животноводства. Продажа работ народного творчества, продажа фруктов, продуктов. Поэтому это красота. Это вот именно работа населения, работа творческая, работа рукодельная и работа трудовая. На аллеях старинного усадебного парка, получившего в конце XIX века за свою архитектуру призы на Парижской выставке и ставшего прародителем знаменитого на весь мир сочинского парка Дендрария, развернули свои подворья с дарами садов, огородов, плодами крестьянского труда представители сельских поселений Кораблинского и Скопинского районов. Пчеловоды Адыгеи привезли различные сорта меда и медовухи, а художники Кораблинского района и города Рязани выставили свои картины. Каждое поселение оформили в виде крестьянского подворья. Главное, все новинки можно было не только рассмотреть, потрогать, но и продегустировать. Привезли мы разные поделки, плетение бумажной лозой, разные соленья, варенья. Все это выполнено сотрудниками Дома культуры. Там, где тропинка идет под гору, пошли под гору все мои дела, не потому ли, что в эту пору у дома милой вишня расцвела. А тем временем на сцене Зеленого театра раздаются голоса поэтов-бардов из самых разных уголков Рязанской области. Кораблино, Сапожок, Скопин и Рязань. По меркам региона география масштабная. Впрочем, совсем скоро праздновать будет и сам парк Дендрарий. В сентябре день рождения музея. Герман Гущин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова